Два рояля озвучат абсолютно по-разному, услышит даже непрофессионал. Бывалый почти раритет в дедушке годится новенькому бихштейну. Отличается очень мягкой клавиатурой, приятное по прикосновению. Для пианиста это очень важно. Очень ровная клавиатура, ровный звук получается. Также педализация, очень хорошие педали, механика инструмента очень мягкая. Приятно просто прикасаться, даже приятно играть, никаких проблем не создает в исполнении. Отныне не проблема и зимние выступления хореографической группы «Школа искусств». Здоровье детей в роскошных теплых шубках. Костюмерную здесь планируют расширять. Для всех нарядов сейчас места маловато. Столь щедрый вклад в культурную жизнь столицы привнес Минкульт России в рамках 350-летия Улан-Удэ. С не меньшим энтузиазмом готовы рассказать о своих клавишных струнных новобранцах и музыкально-гуманитарном лицее. Это не китайское производство. Загляните сюда, посмотрите, конечно, он изумительный инструмент. Мы вообще, ну, мы даже не верили, что нам вот так, Ольга Николаевна, или нет, что нам вот такой инструмент, и еще мы поднимемся на третий этаж, и там еще замечательный рояль. Ребята играют уже на новых инструментах? Вот, иди сюда, Лиза. Грек с анатомией минор, первая часть. Объемное концертное звучание ласкает слух. Не руки играют, душа. Лауреаты международных и всероссийских фестивалей и самые одаренные мальчишки и девчонки республики. И так в каждом кабинете. Детские пальчики усердно спешат перебирать клавиши. Также стремительно промчался и юбилейный для нашей столицы год. 2016-й был богат на культурные мероприятия. Начало положил международный фестиваль-конкурс «Планета талантов», который объединил профессионалов и любителей, песни и танцы взрослых и малышей. День города запомнился гуляниями на свежем воздухе. Битва хоров, парад оркестров, художественные мастерские. В начале декабря поющий Лан-Удэ собрал невиданное количество участников. 3000 исполнителей из соседних городов и дружественной Монголии. А уже через неделю Лан-Удэ станет площадкой для приведения второго международного конкурса «Зимняя соната». Там-то в очередной раз и пройдут тест-драйв, инструменты новички, а ученики вновь покорят своим талантом и мастерством. Елена Краснопеева, Жоргал Терендашиев. Новости дня.